Так, мне очень понравился отель. Это у нас Стоунтаун Занзибар. Снаружи он так себе, непримечательный совершенно ничем. Вот, но внутри интересный. На входе здесь почти везде стоят Масаи. Это такое племя, про Масаев отдельно будем еще. Этого зовут мистер Вильям. Вот, тут они с собой носят оружие всегда и везде. Сейчас как примерится. У него такой меч похоже сильно на Гладиус. Причем он реально рабочий, это просто мачете. Очень маленькая ручка. Кстати, по поводу вопросов, почему у мечей викингов ручки маленькие. Даже для меня у меня тонкие пальцы, ручка маленькая и лезвие видно, что им пользуются. С зазубринами. Вон зазубрины. Вот, похож на лонг сакс такой. И такая небольшая палец из твердых пород дерева по голове бить. Довольно увесистая. Я думаю, что это тик, скорее всего. Ну или что-то подобное. Вот, и у них всегда прикольная обувь и сделанный из шин. Вот, Промасаев будет отдельно. Сэнкио мистер Уильям. Вот, отель на Занзибаре здесь, да, у нас тут очень бурное смешение индийской, арабской и африканской культуры, с небольшим налетом европейской. И дизайнер, собственно, дизайнер отеля смог это очень хорошо все выразить. Очень ярко. Ну вот здесь, видите, явно восток. Арабы, да, такие арки полукруглые. Тут у нас Африка. И сейчас пойдем посмотрим немного. Я живу здесь уже дней 10. И, честно, даже что-то не хочется выезжать. Подыскиваю дом сейчас себе. Здесь у нас очень много антиквариата. Ну, как бы понятно, что есть новодел фейковый, да, но и антиквариата довольно много. Очень атмосферно. Вот старинные двери. Похоже, в принципе, на музей. Вот это типа как прихожая. Еще одна прихожая. Здесь прикольные тоже всякие авторские картины и фотографии. Я говорил в других видео, что на Зазибаре, как в Убуде, съехались, значит, всякие одаренные художники, скульпторы, резчики по дереву и наркоманы, соответственно, да. Довольно много. Старинные фоточки. Даже в старину все это выглядело таким же засранным, как и сейчас, извиняюсь. Вот, это какие-то местные, значит, боссы. Здесь вообще торговли всей, в том числе, работорговли, рулили арабы. Вот, арабы, индусы, ну, мусульмане, в общем, слоновая кость. Опять слоновая кость. Причем интересно, что это типа, наверное, рабы или какие-то рабочие, да. Тут у нас европеец, здесь тоже европеец. Вот, а вокруг черные. Вот, бивень. Слонов уничтожили, к сожалению, ради бивней. Так, идем дальше. Вот, мне понравились такие очень прикольные дворики здесь. Сейчас покажу вам. То есть, можно просто сидеть, работать, читать книжку. Очень здорово сделано все. Дальше верхняя часть отеля деревянная. И тоже такой момент. Мне, как высокому человеку, казался очень важным для меня. Значит, подушка пришита к потолку, чтобы головой высокие люди не бились. Меня, кстати, пару раз задевал. Идем наверх. Так, второй этаж. Это вот тот внутренний дворик, да. Сейчас пройдемся. Здесь, значит, владелец индус, естественно. Как и многого на Занзибаре. Многим и владеют индусы. А управляющая тут тетя европейского происхождения. Вот, смотрите, тоже, да. Такие, типа, предбанечки красивые. Очень мне здесь нравится. Очень приятные. Напоминает по атмосфере, кто был в отелях на реке Квай или Квэ в провинции Кончинамбуре. Вот, причем интересно, что у комнат нет номеров. Они все имеют название. И они вроде как бы чуть-чуть разные. Стиль одинаковый. Good morning. Вот, но комната чуть-чуть разная. Все? Крин, уже готовы? Я буду делать видео, окей. Вот, зайдем, посмотрим как раз. Отель почти пустой. То есть, здесь живу я дней 10 уже. И живет буквально 2-3 каких-то местных бизнесмена заезжает, переночует и уезжает. Вот, очень прикольно сделано вот это все. У меня прям, как у начинающего дизайнера, вызывает восторг. И здесь ванны выполнены интересные, душевые. Значит, в основном из бетона они отлиты. Она глубокая просто. Я сейчас включил Fish Eye. Ванна где-то сантиметров 40-50 глубиной. Вполне норм заныривать можно. Вот, при этом есть телевизор. Он как-то, видите, вписан так ненавязчиво. И много-много всякого интересного. Так, идем дальше. Сейчас посмотрим еще пару комнат. Отель стоил сначала 100 долларов, потом из-за ковида снизили до 80. Вот, кстати, фоточки. Мы в так тут не видно бликует. Вот еще тоже такой предбанник. Можно сидеть, работать, отдыхать. Тут шкура полинявшей зебры, наверное. Ну вот еще комнатка. Комнатки прикольные. Все такое сделано с большим вниманием. То есть, видите, сундуки. Если стульчик, то он вышитый обязательно. Вот тут дядя один несет другого. Не знаю, что это обозначает. Видимо, какой-то переломный момент в их истории или культуре. Это кто-то в мечети похоже спит. Вот, ну, ванна в принципе почти одинаково. Так, ну еще посмотрим одну. Они примерно одинаковые. Тут пришла уборщица. Кстати... Прислуга очень сильно вышкалена, прям очень, очень доброжелательные, очень исполнительные. Бегом быстро все делают. Что-то просишь, прям прибегает в момент. Вообще в Африке все очень медленно, но здесь прям как-то все быстро. А тут эта комната посвящена Фиде Ртутному. Везде его портреты. Сейчас посмотрим, как называется. То есть, видимо, отбирают самых матерых из матерых вообще. А, ну да, называется Меркури. Комната. Потому что вообще они супер-мега-медленные. Как вы думаете, сколько минут я покупал симку? Вы не угадаете. Симку мне оформляли 45 минут. Это не потому, что была очередь. Очереди не было вообще совсем. Просто они сидели, разговаривали между собой. Ой, тут вот еще второй этаж. И над нами тоже еще пару кроватей просто обычных. Не буду подниматься, снимать. Догоняк, да, давай, давай руку. Окей, спасибо. Говорит, давай еще наверху сними комнату. Ну, давайте, сходим, пока расскажу вам. Так вот, симку покупал. Очереди не было. Я пришел, был единственный, да. Значит, он звонил друзьям, болтал по телефону. Потом звонил, явно я слышал. Ну, он по громкой связи разговаривал. Женский голос, видимо, со своей девушкой разговаривал. Вот, потом к нему подходили какие-то мужики, что-то у него спрашивали. Он с ними тоже подолгу разговаривал. И он так, невзначай одним пальцем, иногда, время от времени, вводил мои паспортные данные. Тут вот у нас тоже антиквариат. Фоточки всякие прикольные. Все это заняло 40 минут примерно. И каждый раз, когда я говорил, что, ребята, я летел, я сутки не спал, я с перелета. Я уставший, мне жарко. Я хочу в душ. Так, сейчас свет включен. Ну, вот еще комната, все стандартно, в принципе. Свою показывать не буду, у меня там бордель. Вот, каждый раз, когда я возмущался, говорил, слушайте, ну сколько можно, мы уже 30 минут тут стоим. Они говорили все вместе, там собралась толпа зевак. Ну, типа, мзунку покупать, симку, нифига себе. Ну, и тут тоже все стандартно. Кстати, завтраки почему-то вегетарианские у них. Не знаю почему, это вот единственный минус отеля, который я заметил. Вегетарианские завтраки. Вот, и каждый раз, когда я возмущался, они там толпой собрались и говорили, что, слушай, Акуна Матата, это, типа, как Наталья Мэпенрай, не волнуйся, да? Типа, не спеши, это Африка, здесь никто не спешит, все хорошо, радуйся. И, конечно, под конец это стало уже немного раздражать. Ну, вот, местная красивая тетя. Тетей таких на улицах много, но снимать их как-то неудобно. Ну, как много, не прям каждое, но есть. У них отличительная особенность, это, конечно же, волосы, супер-мега густые, длинные, огромные, да? Губы, о которых мечтают европейки и себе обкалывают. Вот, и у них очень крутые задницы. То есть, они, насколько я понимаю, ничего для этого не делают, они у них такие от природы просто. Вот, встроенных, худых, высоких, маленьких, встроенных, много. Много девушек, не все толстые. То есть, и здесь я говорю, что у них все отсвечивает. Не могу вам показать фоточки. Вот, у них очень хороший английский. То есть, с ними можно нормально разговаривать. Так, ну вот, собственно, все. Посмотрите, сейчас я вам показываю это с букинга, название этого отеля, да? Рекомендую вам в Стоунтауне становиться на дня два-три, погулять по узким улочкам, посидеть в кафешках на берегу и пожить в этом отельчике. Я договорился на 50 долларов. Если бы я сразу знал, что я здесь проживу дней десять, я думаю, что договорился бы вообще на 30. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА